Спасибо, вот видите, техника на уровне, на грани фантастики. Я сменил свой весь этот самый equipment или оборудование, и это начинает радовать. Спасибо, спасибо, друзья. Вот видите, немножко положительных эмоций. Я просто начну с того, что, поскольку это является для нас очень важным, наш друг, коллега, партнер Сергей Сибиряков, сегодня у нас было совещание, планерка правления Capital, и он заметил такую очень интересную вещь, что европейские инвесторы в Европе, сейчас много работаем с европейскими инвесторами, они более любят и относятся благосклонно к фактологии, то есть фактическим каким-то материалам, к цифрам, к разным подтверждениям, что вот в этом документе сказано то-то и то-то и так далее. И, скажем, эмоциональный фон для них на третьем, на пятом месте, можно так предположить. Вот, а русский, русскоговорящий слушатель в большинстве в своем, он очень большое внимание уделяет именно эмоциональному фону. Так что ничего не поделаешь, сказываются гены. Но суть сейчас не в этом, давайте по очереди тогда, о чем мы сегодня говорить с вами будем, вот, и к чему мы хотим вообще прийти или собираемся прийти. Сегодняшний вебинар будет об инвестициях, об акциях, об разных вещах. Так, хочу сказать, что уже не новость, что следующий будет девятый этап, это факт. Это уже свершающийся факт. Люди очень много спрашивают, спрашивают совет. Сегодня, например, я вот написал достаточно длинное письмо. Одна семья, они до сих пор не были инвесторами, но люди слушали меня летом, вот, потом обращались ко мне, поскольку это не моя структура, ну, люди обратились, я ответил и все. И сегодня, значит, вернее, вчера пришло письмо с просьбой, что скажите, пожалуйста, что нам делать, вот, накоплены какие-то там средства, и вкладывать их, не вкладывать, вот, как вы посоветуете. Я достаточно длинное письмо писал, но суть в том, что я людям показал, почему имеет смысл, там они хотели, чтобы они, как бы, немножко подкопили денег для учебы ребенка, ребенок сам работает, ну, ребенок там, какой ребенок, взрослая дочь, вот, и что и как делать. И вот я им давал советы, обоснования. И они достаточно интересно спрашивали, но вопрос в том, что, похоже, что они, ну, не знакомились с тем, что есть в личном кабинете, вот, но это люди, которые, как бы, первый раз спрашивают в совет. Большинство или значительная доля тех, кто задают вопросы по различным, там, организационным, экономическим, правовым моментам, это люди, которые поленились сами разобраться, значит, посмотреть в кабинете или спросить у кого-то. И просто так от фонаря задают вопрос и начинают, ну, нести там разную, разную, мягко выражаясь, ерунду. Где-то слышали что-то, сказали в свиге, какой-то юрист что-то сказал, что-то сказал там, значит, еще кто-то там выступал на семинаре, люди принимают все за чистую монету, сами не разбираясь. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем подходить к делу таким образом, чтобы каждый старался для себя уяснить истину, а не ссылался на то, что кто-то где-то там на базаре или в каком-то, значит, вебинаре что-то взял и высказал. Если высказал, проверьте сами, ваше мнение будет такое же или нет, не поленитесь, пожалуйста. Теперь из новостей, то есть девятый этап он идет и на девятом этапе, скажем так, условия есть такие, какие не есть. Следующим будет десятый этап. Мы немножко еще, я сегодня покажу пару интересных таких, как бы, ну, сравнительных нюансов. Это для того, чтобы вы могли бы сами принимать решение, я ничего никому не навязываю. Ну, вот это лишь только для того, чтобы я облегчаю ваши усилия инвесторов, потому что, ну, такова, здесь достаточно нужно иметь опыт уже какой-то и какие-то знания. Вот, и поэтому я с вами делюсь тем, чтобы действительно вам не слишком здесь времени много тратить на тех вещах, которые, если не знать, то вообще и не обращает человек внимания, он и не знает, что в тот угол надо посмотреть. Вот, теперь, что еще очень важно, и это мы по девятому этапу пройдемся и сделаем там еще кое-что с вами полезное. Теперь очень важно то, дорогие друзья, на мой взгляд, что, и это вы все понимаете, Анатолий Эдуардович и, как бы, группа Бабурин, и, по-моему, кто-то еще там поехал, значит, поехали в Индию. Это очень важные встречи будут там, на обратном пути будут Эмираты, и мы станем свидетелями еще ни одной важной положительной информации. Я благодарю Алексея Дьякова, который сегодня, как бы, показал, ну, выставил эту площадку на нашу видеоряды с головной компанией, с наших информационного ресурса. Что тут греха ковить, значит, даже я не успел еще этого посмотреть и получил очень хорошую информацию. Я надеюсь, все те, кто подошли слегка пораньше, за 15-20 минут, тоже получили то же самое. Если не успели, это раньше сделать сами. Это тоже новости. Теперь следующая уже не новость, но факт, что 18-го, то есть в субботу, в 12 часов по московскому времени состоится общий телемост ежемесячный, где будет много, достаточно много информации. Будет, значит, ну, там применены так, что уже у нас смогут и иностранцы участвовать. Мы сейчас опробируем инструменты введения синхронного и последовательного перевода. Вот, я об этом тоже пару слов еще скажу. Так что наш, скажем, круг расширяется, дорогие друзья. Мы становимся многоголосыми, многоязычными, даже разноцветными по нашей коже и раскосости наших глаз. Вот, поэтому опять радость, опять наш результат. Это наш совместный, дорогие друзья, результат. У нас в кабинете уже 12 языков. Когда-то еле-еле был один язык, и тот, скажем так, не срабатывал каждый раз. Сейчас он более-менее уже срабатывает. Мощности мы, как бы, постоянно совершенствуем, отрабатываем. У нас хорошая команда в Capital, которая работает, программистов, ребят, им просто вот нет слов похвалы. Не сглазить бы это. Вот, молодцы. Значит, новый формат вебинаров отрабатывается. Сергей Сибиряков, Алексей Суходоев, Лариса Артамонова. Команда, значит, сейчас уже проводила, опробировала вчера. Вы были, по всей вероятности, свидетелями. Вот, сегодня мы обсуждали, проводили разбор полетов. Вот, и пришли к выводу, что это новая хорошая форма, которую мы будем в дальнейшем совершенствовать и технически, и процедурно, организационно. Новый формат вебинаров. По всей вероятности, наш формат тоже изменится. Формат, в котором мы сейчас с вами работаем по четвергам. И, скорее всего, с конца марта, но, вероятно, все-таки с начала апреля, потому что это связано с процедурами подготовки и ассоциирования инвесторов и акционеров, вот, начнутся обучения, наконец, по базовому модулю участия в адресных проектах. Это, значит, сначала будет базовый модуль, так называемая, нулевая или исходная платформа, что надо всем знать. Вот, инициаторы адресных проектов и там до управляющего или руководителя компании, управляющей компанией адресным проектом, да, человекоподготавливающих. В промежуток помещаются инвесторы, которые тоже должны одно другое знать. И плюс, конечно же, люди, которые будут заниматься подготовкой, то есть будет идти отбор подготовки так называемых разработчиков на начальных стадиях инвестиционного обоснования адресных проектов. Это очень важный раздел, это можно со стороны заказывать, но лучше брать уже из людей, которые находятся, являются инвесторами, и знают более-менее саму технологию и специфику этого дела. Вот столько новостей, значит, и тогда сейчас давайте пойдем дальше по тому, о чем мы сегодня хотели с вами говорить или желали. Я буквально пройдусь просто, что напомню повторение мать учения, успешное предпринимательство, а мы с вами или присматриваемся к нему, или находимся в нем, или кто-то уже полностью является предпринимателем, но зачастую нет ни времени, ни последовательности поднять голову от обыденной злободневной повседневности, замыливается все, все заезживается, и такие вещи, как в прошлый раз мы смотрели с вами, что кто попадает в 5%, кто в 95%, от чего зависит успех и как приходит удача. Дело в том, что, как правило, особенности в MLM бизнесе, 95% которые начинают этот, используя MLM бизнес, начинают так называемый бизнес, связанный с инвестициями, отпадают в течение самого начального срока, до полугода, до года, как правило. И 5% остаются. Но здесь очень важно еще и то, что принцип действует 80-20, то есть всех 20% наших действий дают 80% результата. И 80% действий еле-еле тянут на 17% или на 20% результата. Поэтому очень важно отбирать и заниматься именно тем, что входит вот эти 20%, которые дадут 80% результата. Или повлияют 80%, в большинстве повлияют и приведут к тому результату, который мы запланировали. И здесь очень важно, я просто напомню то, что написано и, скажем, подсмотрено в книге «Прикосновения Медаса», это совместная книга нынешнего президента, а тогда просто предпринимателя Дональда Трампа и Роберта Киосаки. Первый палец, маленький палец, это сила характера, пережить взлет и падение. Я уже говорил, что надо быть устойчивым. Когда пришел, постучался в дверь, тебе сказали, слушай, давай-ка выметайся и не тарахти про скайвей. Это такое мощное падение. Или сказали, да ну что ты там ерунду говоришь, это же такое фуфло. Тут можно по-разному от этого, осадок-то остается, понимаете, это надо проглотить, это надо использовать, с этим уйти и просто знать, как идти дальше, с чего начинать и так далее. То есть одно дело, когда мы приходим и начинаем что-то навязывать, и другое дело, когда мы приходим и начинаем обсуждать, а как ты думаешь, а что ты считаешь, а вот доволен ли ты транспортом. И ненавязчиво, то есть это сила характера, пережить взлеты и падение. И взлет тоже бывает, его тоже надо уметь пережить, не многие люди это умеют делать. Поэтому сила характера очень важна, над этим надо работать. Концентрация. Созреточение на деле. Бренд. Мы уже говорили, у нас мощный бренд, нам это уже просто дано, средний палец наш дан от Бога. У нас есть мощный бренд, он постоянно совершенствуется, он постоянно набирает силу, становится на все свои мощные опоры, опоры и анкерные, и промежуточные. И у нас есть бренд Skyway. Это очень, очень важно. Взаимоотношения. Хороший партнер. С одной стороны, сам будь хорошим партнером, с другой стороны, старайся подыскивать и подбирать партнеров тоже хороших. Поэтому этот процесс такой двусторонний. Будьте доброжелательными и так далее. И тогда все будет в порядке. Важные мелочи. Уникальные детали, изюминки. Не упускайте этого, что у нас есть в проекте, что есть особенного. Все, пожалуйста, не в общем говорите. А даже достаточно, когда вы скажете 2-3 изюминки, а не завалите человека какой-то всей этой информацией. Человек не воспринимает всего. Скажите 2-3 изюминки. Для женщин это что-то одно, для мужчин другое, для молодежи различного пола это что-то третье может быть. Поэтому это надо все учитывать. Идем дальше. Здесь мы не будем с вами заострять больше внимания. Тут тоже есть кто в 5, кто в 95. Но факт то, что те, кто находится по найму, работают, занимаются мелким предпринимательством, или же сами ведут бизнес, уже нанюхались работу по найму, перешли в собственное предпринимательство, открывали там кофеюшники, там, я не знаю, какие-то мастерские, что-то еще, какие-то производства. Или же работают у товарищей, в команде работают и так далее. Там какие-то гаражи, ремонт машин, я не знаю, там производство, там еще чего-то. Это хорошо, но чтобы прийти в инвесторы, надо хорошо, чтобы это сделать через этот. Или же по найму поработать где-то, позаниматься своим. Но нет, конечно, есть случаи, когда люди прямо приходят в инвесторы, и достаточно удобные и хорошие, как бы, случаи. И отсюда прийти сюда. Но всегда запомните, что в этой стороне, где у нас большие бизнесмены и большой бизнес, корпоративный бизнес и инвестиционный бизнес, крутится 97-98% доходов. В этой части всего лишь 2-3%. Но людей здесь находится 95%, здесь находится 5%. Вот и смотрите, делайте выбор, хотите ли вы быть в числе 5% и участвовать, скажем, в доле от 97% до 98%. Конечно, какой-то своей доли, но здесь воды, где рыбы много больше, чем здесь. Это точно и четко понятно. Это квадрант денежного потока. Киосаки. Стратегические установки инвестора. Быстро пройдемся по ним. Это первое. По возможности наращивай свой пакет акций, особенно на восьмом этапе. Ориентируйся, да и потом на девятом тоже, да и на десятом. Мы потом посмотрим. Ориентируйся на дивиденды, ориентируйся на исполализование финансовых возможностей своего портфеля. Об этом мы будем. Не спеши продавать акции. Конечно, интересно знать, когда можно продать. Но это ничего не даст. Потому что не спеши это делать. Следи за процессом развития компании и за ее финансовыми показателями. Это очень важно. Кто-то скажет, а зачем мне это знать? Затем надо знать, что как раз это и показывает, насколько компания... А кто у нас является компанией-индикатором благополучия? Это GTI и Eurasian Railway Systems Holding. Пока эти компании прибыли не получают. Они работают в издержках. Но прибыль начнет... Прибыль есть, скажем так, нереальная, а есть расчетная прибыль этих компаний. В особенности Global Transport Investment. Одной из прибыли является то, что эко-технопарк будет построен значительно ниже проектной стоимости. Его реальная себестоимость обойдется в десятки миллионов меньше. Это уже так называемая расчетная прибыль от хозяйственной деятельности. Это первый такой вариант. Абсолютной прибылью является и то, что за какую сумму было и как было приобретено производственное помещение. Чтобы такое помещение построить, надо было значительно больше затратить денег. Если учитывать то, что в этих помещениях заложено и уже закладывается производство, опытно-экспериментальное производство, опытно-экспериментальное пробное пилотное производство юнибусов, мотор-колеса, различных автоматизированных систем, управление этими транспортными структурами, то это тоже является капитализацией, является так называемой расчетной прибылью. То есть мы имеем что-то, приобрели это что-то, его капитализируем, то есть мы вкладываем туда, и это повышает его так называемую балансовую стоимость. Это есть тоже прибыль. То есть мы уже с вами двигаемся в правильном направлении. Дальше. Спроси себя, есть ли занятия, которые занимают большую часть твоего времени, не делают тебя счастливым, то как тебе начать тратить на них меньше времени? Обращаю ваше внимание на этот 80 на 20. Выясните это. И не поленитесь, пожалуйста. И я уверен, что вы будете меня и тех, кто предлагает вот эти вещи, потом благодарить. Я на себе это испытал. И уже начинаю себя потихонечку благодарить. Потому что я стараюсь каждый год хоть что-то освоить то, чего я раньше не делал, но оно могло бы быть мне полезным. Так. Идем дальше. Итак. Вот очень простое. Понимаете, все понимается в сравнении. Нам не сказано повезло. Мы находимся на восьмом этапе. Почему нам повезло? С одной стороны, уже восемь этапов почти что пройдены. И это показывает, что мы топчемся не на месте. Первое. Второе. Что мы идем в правильном направлении. Идем достаточно динамично. Вот. И еще у нас есть возможности. У нас есть семь с половиной. Условно говоря, сколько там осталось? Другой вопрос. Семь с половиной миллиардов акций. И нужно сделать 20 миллионов инвестиций. Мы почти это уже все вместе сделали. И здесь у нас были дисконты от 125. Это средние дисконты. Есть очень маленькие. Но самый высокий один в трех ста. Но что здесь важно и на что я хочу обратить ваше внимание? Это то, что сколько так называемая расчетная стоимость одной залоговой акции. Одной залоговой акции, которая в конечном итоге приобретается через инвестиции и становится собственным. Это 0,68 от цента. От цента. Меньше цента. Есть цент. Есть еще меньше единицы. И вот 0,68 от одного цента. Здесь на следующем этапе это будет уже 0,92 цента. То есть на 30 единиц больше. На 30 единиц больше будет стоимость, так называемая расчетная стоимость одной залоговой акции. Акций будет уже меньше. Инвестиций будет больше по сравнению с восьмым этапом. У десятого этапа еще меньше залоговых акций. Сохраняется инвестиционных акций количество. Дисконты меньше. И здесь уже 0,12 цента. То есть не 12, а 0,1. Значит, 1,2 цента. Вернее так сказать. 1,2 цента одна акция. Есть разница уже в два раза больше, чем здесь практически. На восьмом этапе. Это уже на десятом этапе будет. И если мы возьмем 14, я тут промежуток не буду тарахтеть. Тут всего лишь только полтора миллиарда, миллиарда, 25 миллионов инвестиций. От одного до 25, один к 50. И уже стоимость 4 цента одна акция. Ее стоимость 4 цента. Но все равно, дорогие друзья, что такое 4 цента? Это 0,04 доллара всего. Понимаете? Даже на 15 этапе выгода будет. Поэтому хорошая новость. На любом этапе выгодно инвестировать. Самое главное правильно не рвать свой пупок. Правильно распределить свои инвестиционные стратегии. И строить свое предпринимательство. И тогда будет вам счастье. Так, тут есть вопросы, комментарии. Так и не понял. Откуда прибыль? Прибыль может быть только при продаже. Вилли. Вилли номер 2. Вы живете в позавчерашнем дне. Что такое прибыль? Прибыль это не продажа. Прибыль это разница между затратами и доходами. Это прибыль. Человек в обороте. У него прошло 100 долларов. Он затратил там, вернее, он когда учел, что, ну вот он построил. Не надо продавать. Зачем продавать? Построили эко-технопарк. В проекте было 300 миллионов. Затратили 200 миллионов. Что такое 100 миллионов в этом случае? Мы его не продали. Мы знаем, что у нас он, значит, мы уже сэкономили 100 миллионов. Это как прибыль. Она расчетная прибыль. Я говорю, что это является расчетной прибылью. Теперь, когда мы продадим, или если надо будет продать этот эко-технопарк, будет покупатель, то его продажная или так называемая реализационная сравнительная стоимость уже миллиард 200 миллионов. И вот тогда уже будет прибыль с реализацией этого эко-технопарка. Миллион 200, минус 200 миллионов, один миллион прибыли долларов. Понимаете? Извиняюсь, миллиард. Я извиняюсь, миллиард 200 миллионов. То есть, один миллиард долларов будет прибыль. Понятно, да? Только в случае продажи. Не только в случае продажи, поэтому прибыль это посредине на счет минус затраты. Ну, это не только так. Я надеюсь, что вы меня поняли. Нет, не экономия. Экономия тоже является, конечно, прибылью. Но она рассчитывается в балансе как прибыль. Вот именно только после продажи можно... Нет, не только после продажи Лили. Посмотрите. Не будем сейчас проводить урок расчета. Так, значит, идем дальше. Смотрите, теперь о чем я еще хочу вам немножко рассказать. Одна акция. Вот это к разговору о том, что такое доля, что такое акция, что такое опцион. Люди путают. Значит, полная каша. Начинают говорить, я приобрел там 20, скажем, долю. Приобретаем мы доли, а не акции там. И не приобретаем, а получаем. И так далее. Дорогие друзья, мы инвестируем. Фактически мы кредитуем. Видно здесь, да? Инвестиция это фактически кредит. В нашем случае она почти что как кредит оформлена. Вот. Или даже она проходит как кредит. Цена сделки это сумма инвестиции. В случае приема залога в свою собственность. Это цена сделки. Таким образом, инвестировав, значит, 100 долларов, как я вам говорил, ценой сделки, получив в залог 10 тысяч акций, ценой сделки является 10 тысяч акций. Вот. В данном случае, и это является так называемой оценкой на ее инвестиции. И впоследствии, получив при продаже, допустим, акций или реализации акций в будущем, при такой возможности, все, что до 10 тысяч будет получено, это не является, вот здесь это не является прибылью. И все, что выше 10 тысяч, это будет прибылью для расчета и понимания. То есть, инвестиция это кредит. Теперь акция. Одна акция, один доллар. В случае, можно говорить о долях лишь только тогда, если у человека 6 миллиардов акций, это одна десятая доля от акционерного капитала Евразии, НРСК, это одна десятая доля. То есть, 10 процентов доля, тогда можно сказать, что у Иванова доля в акционерном капитале 10 процентов. Доля в акционерном капитале. Не более и ни в каком другом контексте. Если, то у него, то такая доля. Доля в акционерном обществе, это сравнительная величина участия, сравнивается. Есть там 100 процентов, у меня там 10 процентов и так далее. А акции в акционерном участии – это учетная величина собственности. У меня есть акция, там 6 миллиардов акций. Акция номер такой-то по акции номер такой-то. Это является собственностью. 10% они не являются собственностью, это доля. Собственностью являются те акции, которые стоят за этими 10%. Акции от номер 1 до акции 6 миллиардов. Теперь это что касается акции и акционерного общества. Акцион – это не предмет приобретения. Тут мне пришло несколько писем, я не знаю, то ли они вместе сидели и писали, но примерный разговор был один и тот же, что человек приобретает акцион и там как-то это все гарантируется. Как может капитал гарантировать быть посредником или гарантом этого дела? 6 миллиардов, 6 миллиардов, 6, пардон, да, извиняюсь. Ну, занесло, занесло меня, да. Ну, я и больше нарисовал, 6 миллиардов, чуть поменьше. Правильно. Спасибо, Танат. Спасибо. Значит, акцион – это не предмет приобретения, это тип сделки, по которой в нашем случае инвестор получает право на приобретение залога в свою собственность. То есть договариваются, акционно договариваются и оформляется. Просто у нас этот процесс, возможность проведения процесса достаточно быстро заплатил всю инвестицию по пакету, да, или рассрочку, или сразу оплатил эту рассрочку, или инвестировал, да, и тогда у человека появляется возможность воспользоваться тем, что ему интересно стать собственником залога. То есть это опционное соглашение с обеспечением и ничего не более. Это право, это какие-то договоренности. Иногда по-разному там договариваются на опцион, что вот если мы сделаем то-то, 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 я вошел на таких-то условиях, я получаю 10% от результата. Это тоже опцион. И ровно как здесь я проинвестировал 100 долларов, получил залог в 10 тысяч акций, как только я проинвестировал 100 долларов, у меня есть право. Я пользуюсь этим правом, опционным правом забрать залог себе. Забрал, все. Опцион реализован через сделку, а не через что-то другое. Понятно, да? Идем дальше, если вопросы будут. Правильно, Тонат, мне нравится ваш тон, заносит. То есть, понимаете, в каких мы цифрах уже живем? Вы мне развеселили, спасибо. Значит, еще раз об том, откуда ноги растут у всего этого дела, но в другом ракурсе. То есть, это все тот же, пардон, стриптиз, я извиняюсь, но он показывает, что и как у нас делается. Я специально еще раз распределил или разделил. Видите, черта такая условная, да? Сверху это учреждение. Учредителем является Global Transport Investment, который у себя, у себя имеет технологию, имеет все права на эту технологию, да? И он под это, а это было оценено, и мы знаем, во сколько это оценено, в 400, чем-то там, миллиардов долларов. Имеет, выпустил простые акции 70%, всего это на 280 миллиардов акций. И привалегированы акции 15 плюс 15 процентов, 60 плюс 60 миллиардов акций. Внес, взял, чтобы процесс пошел. Помните, мы с вами говорили, что акции сами пустое место, если нет технологии. Технологии пустое место, если нет экотехнопарка. Почему? Потому что если технология не сертифицирована. А экотехнопарк это опять-таки пустой звук, потому что денег-то неоткуда взять. Поэтому акции были выпущены для того, чтобы начинать процесс сертификации и капитализации этой технологии через сертификацию и строительство трасс. Для этого было выпущено, взято 15 процентов, то есть 60 миллиардов акций, привилегированных акций, Global Transport Investment. И Global Transport Investment на руке принес, это вложил и создал Евразийный Ревский Авиа Системс Холдинг с определенными задачами. Пару слов еще скажу на это. У него 60 миллиардов акций. Одна акция, один доллар. Но они привилегированы. Они лежат в сейфе Евразийный Ревский Авиа Системс Холдинга. Условно говоря, можно так сказать, хотя они не лежат, они просто записаны так. Теперь, это дало право Евразийный Ревский Авиа Системс Холдинг выпустить свои акции. Потому что он не имеет права этим распоряжать. Это является его имуществом. Под это имущество он выпустил простые акции на 60 миллиардов простых акций. Один к одному. Но, внимательно прочитав устав и бумаги меморандума, каждый поймет, что у Евразийный Ревский Авиа Системс Холдинга, у этой компании основная задача, там есть подзадача или цель, это содержание акций инвесторов от одной до 60 миллиардной акции, содержание, поддержание, учет этих акций, расчет дивидендов и так далее. И только такая задача. И вот он выпустил под эти, в него вложенные акции, выпустил свои простые. И за счет этого запустился процесс инвестирования и получения через залог инвестиций. Понятно, да? А сертификация планируется международная и локальная. Вилли, значит, сертификация, она и есть сертификация. Если вы внимательно слушали, если нет, послушайте. В нескольких роликах об этом говорится. Есть четко написано в вопросах-ответах. Там сказано, что сертификация, она есть сертификация. Теперь, как только за основу взяты все основные, значит, европейские, американские и есть еще и между считающиеся так транснациональными, международными определенные правила, которые используются. И, естественно, российские стандарты, они являются даже еще более жесткими по своим показателям и требованиям. Они взяты за основу. Идет сертификация вот по этому набору. Что дальше? Дальше. Как только начинают, допустим, в той же самой Индии, в Австралии, в Эстонии строить, то для того, чтобы получить разрешение на строительство, смотрят. Ага, то есть у вас есть. Так, теперь, ага, совпадает, не совпадает, совпадает. Даем разрешение. То есть акцептируется или не акцептируется сертификат. Все. То есть просертифицировано по международным правилам. Не по каким-то там закрытым. Ну, она, в принципе, можно так сказать, локальная, но она все равно идет как международная. Нет, нет, не ограничена стороной сертификации. Сертификация проводится, она есть. И фактически проводится просто процесс привязки сертификата к стране или к той территории, где осуществляется стройка. Это везде необходимо. Строишь ты дом, начинаешь что-то использовать или все что угодно. СНИПы, ГОСТы, всякие дела привязываются. Например, устанавливается какое-нибудь кондиционерное устройство или земляной насос. Смотрят, ага, есть сертификат, есть. Какой он? Ага, там. Если нет, то тогда смотрят, значит, надо ли подтвердить. То есть подтверждается сертификат, если он изначально не был сделан. Ведь, кроме того, еще надо будет и патентование, точно по такому же принципу делать, чтобы в этой стране, куда мы идем строить, начинаем раскрывать свои карты. Не было бы потом конкурентов с аналогичной технологией, которые начнут рядом где-то строить и рынок портить. Понятно, да? То есть имеет смысл это тоже точно дальше делать. Так, идем, друзья, дальше. Это мы знаем, это предпринимательство знает. Вот я еще хочу напомнить, смотрите, мы здесь с вами говорили, что инвестор-предприниматель, создаю свой бизнес, то есть везу команду, формирую команду, создаю структуру, веду бизнес, получаю отсюда средства, не кладу их в карман или кладу половину в карман, половину инвестирую в портфель акций. У меня появляется возможность, обретя портфель акций, у меня появляется возможность кооперации. В будущем, это кооперация, это есть в будущем, участие в адресных проектах, вхожу в ассоциацию, это тоже будет у нас возможность. Арктилизация акций через адресные проекты, это все бизнес и инициация адресных проектов. То есть начинаю инициировать адресные проекты, разбираюсь в этом деле, тоже получаю возможность прибыли. Акционные соглашения, кстати, это все вторая линия предпринимательства. Это как на помиланка вам. И теперь самое важное, но самое как бы неприятное. Жизненные признаки инвестора-предпринимателя. Я вам задам все эти вопросы, я себе их задаю, честно на них отвечаю и не всегда в положительную сторону в мой адрес. Сумма инвестиций, количество, то есть ты предприниматель или нет, у тебя сумма здесь меняется в твоей структуре, у тебя лично. Не надо здесь выскакивать из штанов, я извиняюсь, но надо динамику выдерживать, друзья. Количество личных инвестиционных программ, пакетов, сколько ты осуществил, есть ли у тебя здесь динамика. Опять-таки не надо что-то там из ряда вон выходящее делать, но держать под контролем. Если сам не делаешь, работай со структурой, помогай другим людям и будут расти, эта сумма будет. И в другой раз это даже еще важнее, чем ты сам бы тупо штамповал бы пакеты и последние деньги не можешь бы сюда инвестировать. Нежели ты это делаешь и создаешь возможность другим тоже идти к благополучию. Прочитано страниц книг в день, страниц книги в день от 5 до 10 страниц, не более, это от 5 до 15 минут. Уделяйте, дорогие друзья, внимание этому делу. Если никто, кто не знает, с чего начинать, я теперь уже держу под рукой. Вот книга есть, значит, книга Анатолия Беоргиевича Юницкого. Видите, вот у меня здесь разные закладочки есть. Юницкого, Небесные дороги, Боровский. Начинайте с этого, не пожалеете. Это тоже мощный кладезь и энергии, и знаний, и вообще миропонимания. Прослушать один плюс один вебинар в неделю. Одного мало, два вебинара. Уже человек начнет изменяться в своих компетенциях. Провел столько-то встреч, презентации, технологии или маркетинга, плюс маркетинга. Может быть просто презентация технологии. У нас есть, теперь в кабинете уже есть стандартные возможности получения стандартного пакета презентаций. Отработайте для себя какой-то, если вам не подходит и так далее. Обеспечил 5, 10, 20 инвестиций. Не важно сколько. Две. Одну. Тоже результат. Участвовал в стольких-то семинарах. Участвовал в форуме. Кстати, ближайший форум будет в Париже, во Франции в апреле месяце. Восьмое, седьмое, восьмое, 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 в девято. Пригласил и привез на форум одного человека, двух, десять. Я, значит, в Риге, в Риге, да? В Риге, например, у нас человек привез микроавтобус 15 человек. Результат, результат. Вот так, приглашенных на презентационный семинар за месяц. Сколько ты пригласил? Установлены цели на месяц. Есть они или нет? Выбрал ли ты 20% тех действий, которые дают 80% результат? Ну, ты бы не ленись. Чего так-то, чего вмесить грязь просто так? Пыль разгребать. Понимаете? Значит, консультации под дублированием. Горизонталь и вертикаль структуры. Быть положительными конструктивными. Тут можно продолжить. Но хотя бы это. Это есть жизненные признаки. Если половина этого ты не делаешь, значит, дохлая лошадь. Я извиняюсь за такое сравнение. Надо ее оживлять, дорогие друзья. Этому предпринимателю, у кого такова динамика. Сейчас я посмотрю. Здравствуйте. Скажите, опцион считается завершенным с момента подписания договора, инвестирования, либо еще какое-то дополнительное нужно подписывать. Борис. Значит, смотрите. Опцион. Что вы вкладываете в понимание подписания? Да, если вы поднимаете под подписанием договора, что вы как бы в конце в ваших сертификатах, да, мои сертификаты, открываете, подписываете договор, да, тогда опцион завершен. И он даже не в момент подписания, а опцион завершается в момент зачисления вас в реестр, то есть от вас как владельца этого опционного пакета в реестр Акционерного общества Евразия, Рейлская Авиа Системс Холгинг. И в строчке появляется в вашем личном кабинете, мои сертификаты, появляется строчка, что столько-то, столько-то акций, значит, на ваше имя занесены в реестр компании. Вот это является завершением опциона. Никаких других соглашений не надо. Там есть внутри договора, есть дополнительные соглашения, дополнительное, оно идет комплексом. Там только надо галочку поставить, дополнительное соглашение, что вы воспользуетесь возможностью обретения залога. Там есть такое соглашение. Пожалуйста. Значит, смотрите, что у нас здесь еще есть. Куда у нас потерялся? Куда-то потерялась у нас. А, вот она здесь. Сейчас, одну минуточку, я поймаю стрелку. Стрелка убежала. Что здесь очень важно? Ничего, это все вам абсолютно известная стратегическая установка инвестора. Смотрите, для сравнения. Ведь зачастую люди за этот вопрос, какой пакет выбрать? А очень, критерий надо выбрать. Какой критерий? А критерий, очень простой критерий, сколько ты хочешь дивидендов получать. И вот, я для этого сделал такое, три строчки сравнения. Пакет рассрочка, 200 долларов, 9 месяцев, 1800 общая инвестиция или кредитование проекта. Дисконт хороший. В целом, по всем, выполнен все условия, можно 378 тысяч акций записать на свой счет. Теперь дивиденды. В случае, 1 цент на 1 акцию. А если это 2 цента, это от 1 процента, это 1 процент от стоимости акций, 1 цент на 1 акцию. Это в этом случае дает дивидендов 3780 долларов в год. А если 2 процента? А если будет 3 процента? А если будет пол процента? Всяко может быть. Но дивиденды будут. Теперь второй случай. Мультипликатор 500. Мультипликатор 500 долларов, 10 месяцев, 5000. Тут дисконт чуть больше. С учетом 3 процентного дисконта, этот дает мультипликатор 3 процента, это 1 миллион 150 тысяч акций, 3 процента, 1 миллион 573 тысячи 840 акций. Дивиденды дает уже 15 тысяч 738. И человек начинает смотреть, то ли ему, значит, какие у него есть возможности. Но ориентируется на это, ориентируется на, это можно и другим каким-то способом 1,5 миллиона акций обрести. Не обязательно мультипликатором. Малыш. Что значит малыш? Есть регионы, где люди абсолютно железно врубились малыша. И говорят, что малыш это вообще шикарный пакет для внуков, для детей и так далее. Малыш при инвестиции 585 долларов, 108 тысяч 28 долларов акций. Вот. При дивидендах 1 процент, то есть тот же самый 1 цент на одну акцию, это 1080 долларов. Но, смотрите, здесь взрослые люди, а здесь студент. Студент, который достиг совершеннолетия, получает в год при таких дивидендах. Это дивиденды, ну, скажем так, эксперты говорят, что такие дивиденды более-менее можно уже начинать в расчет принимать с 2021 года. С 2021 года. Это недалеко, дорогие друзья. Только, чтобы был 15-й год и была пустыня там на пустыре в Марьиной горке. А 2021 год тоже недалеко. Значит, 1 цент на... Ах, это может быть и быстрее. Это самый пессимистичный прогноз. Вот. Это 1080 долларов дивидендов в год на акцию. То есть, извиняюсь, на пакет, такой пакет. Но, с одной стороны, есть капитализированные 108 тысяч долларов. Даст бог, они будут уже тогда по доллару на бирже стоить. И плюс еще будут давать такие дивиденды. Но, слушайте, это значит у студента будет очень мощная поддержка. Тысяча долларов. А если такие два пакета? Две тысячи уже здесь. А если тут не один процент, а два? То есть, понятно, да? Это уже для студента очень мощная поддержка. И в конечном итоге, если жизнь налаживается, можно половину акций ему реализовать, купить жилье, а не сдавать, не получать в аренду. Или что угодно еще сделать. То есть, появляется еще и реальная база для социальной состоятельности. Уже студентом будучи. Понятно. Это надо учитывать. Поэтому, стратегическая установка инвестора на сегодняшний день, дорогие друзья, очень важна. По возможности наращивай свой пакет акций, не выскакивай из одежды, ориентируйся на дивиденды, ориентируйся на неиспользованные финансовых возможностей в твоем портфеле и не спеши продавать акции. Тут есть вопросы. Так, да, Алекс, в реестр зачисляется после последней платы пакета. Танат. А может, первую трассу построят в Казахстане? Гагарин сказал, поехали. Да? Почему бы и нет? Все зависит от того, Танат, какой вы туда заказ сделаете. Правильное время, правильное место. Понимаете? А дальше можно уже сидеть, бамбук курить и ждать, когда трассу начнут строить. А другой вариант есть самому начать этим заниматься. Аналогии вы правильно привели. Дивиденды выплачиваются раз в месяц? Нет. Как правило, в уставе указывается, что в большинстве акционерных обществ, что дивиденды выплачиваются не реже одного раза в год. Что относительно чаще. Это решением акционеров можно выплачивать дивиденды несколько раз в год. Допустим, ежемесячно, ежеквартально. Но надо понимать, что это процесс достаточно непростой, выплачивать дивиденды. Но некоторые акционеры общества, вот я на своей шкуре проходил, что мы оплачивали в одном акционерном обществе, когда я был там акционером, имел акции, ежеквартально. Это было проще, это снижало налоговое время. Там еще есть нюансы, о которых я сейчас не буду вам говорить. Но иногда принимают такое решение. Не только не раз в году, а чаще. Месяц это слишком часто и не имеет смысла. Нужно уточнить, это акции демонстрационного центра или самой компании Скайли. Вилли, какие акции? Акции, это акции Евразия, Рейл Скайли, Системс Холдинга. Дорогой мой, смотрите. Это вот акции вот этой компании. Этой компании. Эта компания никакой, ни центр, ничего. Эта компания содержит акции тех инвесторов, которые инвестируют эти деньги, инвестиционные деньги, они идут до демонстрационного центра. И этот демонстрационный центр, он принадлежит вот этой компании. То есть он стоит за этими акциями, которыми владеет эта компания. Если можно так сказать, вот такой аналогии провести. Понятно, да? Акции, они одни из других нет. Да, Атонат. Все, спасибо. Вот, молодец. Хорошая обратная связь сразу. Вилли сразу улыбается. Значит, смотрите. И, значит, что еще напоследок хочу вам сказать, дорогие друзья. Напомнить уже затертую схему этапов адресного проекта. И на запуску я все время не успевал. Сегодня я слежу за таймером, чтобы успеть вам сказать про адресные проекты. Мы же все-таки с вами туда идем. Значит, просто я покажу, что это схема этапы. Вот временная ось, видите, временная ось идет, да, от нуля. Вот. В проекте от рождения идей этапы инициации. Презентационные, то есть инициации. Начинается финансирование. Циницировали, получили одобрение головной компании, что да, имеет смысл, они подготовили. Зафинансирование, подготовку презентационных материалов первый этап прошли. Предпроектное предложение готовят они. Это надо все зафинансировать. Мы сами, инициатор тоже может здесь участвовать. Вот почему у нас и будет обучение людей, которые будут, то есть это будет удовольствовать этот проект неоткуда, мы со стороны будем заказывать, будем целый ряд вещей сами делаем. Второй этап, предпроектное предложение адресного проекта. Делаем так, выше сюда. И теперь самое главное, вот здесь так называемая точка перехода, скажем, уже дитё должно родиться, понятно, да, выношено уже семь месяцев, если можно так сравнить. и здесь, на этом этапе надо финансировать, надо инвестиции уже осуществлять и присматривать инвестора, кто войдёт, он может быть уже здесь со сватом, он смотрит, состоятельны мы или нет. Подвели мы, сделали предпроектные работы исследований, сделали мы обоснование, проектное, значит, предложение ему толкового, он сказал, да, абсолютно реально, инвестиционная привлекательность у проекта есть, я готов инвестировать. Переходим на четвёртый этап, начинается уже проектно-изыскательская разрешительная документация, начинается подготовка проекта строительства, получение, легализация проекта, получение разрешения на строительство и так далее. И по времени это занимает, вот мне задавали интересный вопрос тут в одном месте, сказали, ой, так это же пять лет, может быть пять лет, но зависит от того, какая это трасса, 10 тысяч километров, один километр, пять километров, но есть определённые правила, что до четвёртого этапа, это в любом случае, как бы мы ни старались, быстрее 5-6 месяцев вот этот этап не пройти, вот этот вот здесь. А дальше начинается от двух с половиной до пяти лет, этап строительства. Вот здесь есть возможности, сегодня об этом мало говорят, но чтобы понимать, я вам это скажу, что уже идут подготовительные работы в бюро КБ по применению роботокомплексов строительства трасс. Там вообще интересные результаты могут быть, об этом сейчас пока просто не говорят, но к этому мы идём, и строительство может достаточно интересно осуществляться в будущем. Так, это для понимания процесса. И напоследок, какие действия, как рационально действуют и начнут опираться. Накопление компетенции, этим вы занимаетесь, принятие решения о своей роли в адресном проекте. Но это ещё надо понять, а есть ли адресный проект? Поэтому начинать его надо уже не просто давай-ка я поковыряюсь, посмотрю, где бы можно было трассу провожить. Начиная это делать, уже надо думать, а кем ты хочешь быть в адресный проект? Ты просто хочешь прийти и сказать, вот я открыл этот адресный проект, и мне этого хватит. Или ты хочешь участвовать, получить свой интерес материальный, вложить свои компетенции, вот они, зачем нужны компетенции, получить опцион и подвести проект к этой фазе, какой-то фазе здесь. Не только здесь потолкаться, а прийти сюда. Или же потолкался здесь, нашёл интересное решение, нет у меня компетенции, нет времени, нет желания. Договорился, и ты уже едешь в этом поезде, который осуществляют другие, создалась команда, пошла работа, есть инвесторы, и у тебя там 2-5% в проекте до движения его туда, до реализации будет обеспечено. Это акцион, это тоже акционное соглашение, друзья. Вот, поэтому здесь это очень важно. Обращение в консультационный центр, группа консультаций. Это такой функции в Кэпитале нет, нет в головной компании, но мы сейчас сегодня ещё тоже на эту тему говорили. Всё, это уже созрело, чтобы дело было бы компетентно шло бы дальше, не было бы накладок, это будет в ближайшее время сделано. Пока эти функции выполняет просто Сибиряков, Яс, Суходоев, в какой-то мере там и другие наши члены правления отсылают к одному, другому или третьему. Но это сейчас съедает массу, может съедать, но я уже действую с этого года по принципу 80 на 20. Теперь уже не съедает и просто съедают эти такие неподготовленные вопросы, и я больше на них не реагирую. Вот, сбор информации и анализ, первое описание идеи адресного проекта. Вот, пошли дальше. Ставление исходного задания на инициацию адресного обращения в группу консультаций, опять-таки в группу консультаций, для подготовки исходного задания на инвестиционный совет. То есть совет, я извиняюсь, в головной компании будет принимать решение, вообще будут этим делом заниматься или нет. Туда надо очень компетентно это все представить. Организационно-экономическое представление реализации, формирование команды, проводить вопросы и так далее. Еще, что еще важно здесь, смотрите. Значит, что вообще надо? Вот, если мы посмотрим по аналогии, помните, да, у нас был проект, это так называем Вульяновский, мы его рассматривали с вами. Если исходить из этого, то надо знать основные техники аналогические показатели для адресного проекта. Это не просто, что я думаю, что оттуда-то, туда-то пройдет дорога. Протяженность трассы, предполагаемый самый длинный пролет в метрах, это все не должно быть метр в метр, предполагаемый, потом это уточнится, не волнуйтесь. Значит, высота, опор, предел, ход сталькита метров до сталькита, исходное время пути, на каком отрезке, сколько, сколько надо, или можно там тянуться, или надо разгоняться не обязательно до 150 км и так далее. То есть, это надо прикинуть. Способность трассы перевести пассажиров в сутки, в час, в месяц и так далее. Грузов, тонн, контейнеров в сутки, час. Если только пассажиров перевозить, это хорошо, а если перевозить еще и грузы, это очень хорошо, понимаете? То есть, начинает уже эксплуатационные и продуктивность трассы начинает, или этого объекта начинает расти и так далее, и так далее. Все оно становится намного эффективнее. Количество станций. Количество станций очень важный показатель, от этого очень сильно зависит стоимость одного километра, себестоимость проекта на один километр. Из них легких столько-то. легкое – это то, что, допустим, в зависимости от климатических условий не обдувал бы сильно ветер, не забивал бы дождь, да, то есть, определенный приведет. Угловых, то есть, это так называемых угловых опор, это практически все анкерные опоры, это, и сколько узловых, то есть, узловой, где несколько трасс пересекаются, или это кондиционная остановка, или еще что-то, и так далее. Далее, очень важно, то есть, это все надо не забывать. Далее, основные исходные техники для адресного проекта, значит, еще дополнительные данные, которые к тому еще надо знать, или желательно знать, по характеру преодоления водных пространств, по характеру какой-то, в трубе, в туннеле, между мачтами, опорами, или как-то, прикидывать, неважно, правильно вы или неправильно посоветовались, но это надо прикидывать. Характеристики перепада высот по ходу следования трассы, характеристики груза, и масса других вопросов, которые прибегут в голову. Важно предварительно проконсультироваться с работником департамента развития транспорта, или главным архитектором того места, где вы предполагаете сами или с кем-то обсудить исходные параметры с потенциальным заказчиком проекта. Если его нету, тогда даже и пыжится то, что вам хочется, это еще не заказчик. Быть готовым предложить или провести обсуждение и в результате получить перспективное описание возможной логистической схемы территории, с которой связан проект. я очень умудренно здесь написал, но здесь вопрос следующий, вы понимаете, вот смотрите, на примере Ульяновска я вам покажу такую вещь, смотрите, ой, пардон, тут дальше я не туда пошел, вот Ульяновский, я, вероятно, в прошлый раз говорил, тут проложили трассу из точки А в точку Б, вот она прошла какой-то конфигурации, да, но я так думаю, здесь не видно нигде, но я так думаю, что они предполагали, а что дальше, будет ли здесь парковка, будет ли потом какое-то кольцо, вот здесь, куда это входит как элемент радиальной какой-то линии, да, или тангенциальной линии, там, в зависимости от того, что и как будет выстраивать, то есть надо предположить, а что в целом могло быть элементом чего будет вот эта трасса, и вот это очень важно на этом этапе обговаривать и обсуждать, быть готовым предложить или провести обсуждение, надо соображать системно, что надо в целом рассматривать, а не фрагмент какой-то вырвать и его сделать, понимаете, да, то есть это как на примере, например, московской окружной надземки, там есть так называемая окружная дорога с 242 километра, там уже продумана система парковок, подъездов, отъездов, точки вхождения радиальных линий туда и так далее, точно так и надо в любом другом месте это дело рассматривать, разобраться в возможностях источников финансирования проекта на всех этапах, дорогие друзья, на всех этапах, или если у вас есть кошелек большой, какие-то этапы берете на себя, организационная группа берет на себя, берете, инициаторы берут проекта на себя, прошли, рискнули, пошли дальше, тоже как вариант, тогда опцион усиливается, увеличивается интересы, и наконец вот это я вам показал, так что в принципе я практически благодарю вас за внимание, так, были вопросы, так, объясните, есть ли первый адресный проект, ну, к примеру, в Индии, готовится проекта Людмила, как я могу инвестировать туда, нет, вы туда не можете своих акций инвестировать, свои акции, вы сейчас, Людмила, не можете, потому что акции являются внутри компании, их можно будет инвестировать с момента, как только откроется или внутренняя биржа компании, или же выйдет акция, или когда выйдут на IPO, тогда вы можете распоряжаться, они становятся тогда предметом, потому что инвестировав свои акции туда вложив, это является первым шагом к вероятному отчуждению этих акций, потому что если этот удар, если этот, проект не дай бог не удастся, то те акции, которые мы вложили, мы с ними должны будем распрощаться, понятно, да, тут есть риски, свои риски определенные, так, с Индией мы тоже должны будем получать дивиденды, конечно, мы не должны, мы будем получать, потому что в Индии везде, во всем мире Global Transport Investment будет вести работы, и вся прибыль, которая оттуда будет приходить в компанию Global Transport Investment, оттуда будет 20%, в первую очередь выделяться на то, чтобы выплатить дивиденды акционерам, и потом остальное распределение прибыли будет происходиться. Почему среди ТЭЭ показателей нет цены за проезд? Вы знаете, цена за проезд не является исходной, иногда можно поставить так называемую минимальную цену, желательно, она практически рассчитывается в процессе подготовки и расчета проекта. Приведу вам такой конкретный пример. В Таллине мы рассчитывали один проект в технопарке 1,2 км, и никак не могли посчитать, значит, как с людей брать деньги и сколько брать денег. И когда мы посчитали эксплуатационные расходы, посчитали, что проект должен быть окупаем от 5 до 7 лет, то получилось, что фактически с людей и не надо брать денег, а будут, потому что на этой территории там очень много арендаторов, десятки тысяч арендаторов, вот, и когда они платят свою аренду, то в аренду одного квадратного метра надо прибавить только 12 центов. И все будут иметь магнитные карточки по всей этой территории, там детский сад, на парковке, на торговый центр, в тренажерные залы, в ресторан, в кафе, в столовую, можно ездить на Юнибусе и Небать. Так, что тут у нас еще? Вопросы какие там были, значит, так трассы будут очень длинные, ну, конечно, да, доходцы это не наши, нет, почему? Всяко может быть, друзья, могут быть и с эксплуатацией. Спасибо, Тамара Эдуардовна, спасибо за мнение. Дивиденды получают тогда, когда от адресного проекта. Ну да, кто там у нас, КЗ, Жан, конечно, получают тогда, когда адресный проект реализовался или продан, или начинают эксплуатации адресного проекта, результатов адресного проекта. Да, правильно. Техника экономики. Д, показатели это техника экономические, то есть, среди них должны быть экономические показатели. Вы знаете, экономические вилле, экономические показатели обычно рассчитываются, но исходные какие-то могут быть, да. Не надо получать деньги за проезд, показать прибыльности должен быть. Он рассчитывается в конечном итоге при обосновании инвестиционной привлекательности. Инвестор, зачем приходит сюда? Не для того, чтобы люди ездили в поезде, а он будет искать, где его прибыль. Понимаете, да? Так что, в конечном итоге действительно должно быть все. Спасибо, дорогие друзья. Наше время истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам успешных и правильных решений в инвестиционной деятельности. И не только там. Желаю всем развиваться. Желаю блага вам. Доброго здравия вам, вашим близким. Счастья. Строй Skyway. Спасай планету. Спасибо. 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 Спасибо.